Ну что, переходим к разделу чтения. Всего в разделе чтения у нас три задания. И они распределены по уровням сложности. Мы начнем с самого простого. Начнем с вами задание 10. Что оно из себя представляет? В Киме вы увидите ряд заголовков. Например, такие они могут быть покороче, подлиннее, но это уже не целые высказывания. Которые нам нужно соотнести с абзацами из текста. Зачастую текст, точнее, эти абзацы, они представляют собой, по сути, единый текст с разбитыми абзацами, скажем так. Но не всегда. Бывают и разные тематики. Но чаще всего именно так. И почему-то именно зоологические тексты любят в ЕГЭ. Но не знаю, почему, что за предпочтение. Так вот, логика задания следующая. Здесь, так же, как и в первом задании аудирования, есть лишний заголовок. Всего заголовков 8, текстов 7. То есть мы можем понимать, что один заголовок лишний. И каким образом мы решаем это задание? Я не рекомендую перечитывать все тексты. Это имеет никакого смысла, поскольку все-таки время для нас важно. Напомню, задание 10 у нас относится к базовому уровню сложности. Но все-таки мы также с вами пройдемся по шагам, чтобы не допустить ни единой ошибки. Так вот, решаем задание следующим образом. Мы для начала читаем первый отрывок текста и ищем подходящий заголовок. Если мы сомневаемся и не понимаем, какой заголовок здесь подходит, то переходим к следующему тексту, не теряя времени на экзамене, и далее действуем методом исключения, когда пройдемся по всем отрывкам текста. Таким образом мы с вами работаем. Но напомню, что цель этого видео убрать все возможности для ошибок. То есть, чтобы мы с вами не совершили ни единой ошибки. Что для этого нужно? Шаг номер один. Reading for jest. Мы с вами уже это выражение слышали, но в контексте аудирования, где надо было слушать, то есть основную идею выцеплять. Также мы и читаем первое прочтение, оно вот именно нацелено на вычленение основной идеи. То есть, какой месседж? Не бойтесь, ребят, того, что будут незнакомые слова. Это абсолютно нормально. Не концентрируйтесь на каждом отдельном слове. Зачастую достаточно общего прочтения абзаца, понимания общего смысла, и оно дает вам понимание, что окей, да, здесь подходит именно этот заголовок. So each heading summarizes the general meaning of the paragraph. То есть, каждый заголовок, собственно, он дает общую идею абзацу, что логично, в общем-то, как мы и в русском языке заглавливаем текст. Да, совершенно очевидно, что не обязательно каждую фразу поднимать, об этом мы с вами уже поговорили. Focus on what you do understand and think about the main idea. The writer of the paragraph is trying to communicate. То есть, в этом суть, собственно, мы с вами общую мысль выцепляем. Ну, давайте вот и далее необходимо будет попрактиковаться, например, да, too much to take on. О чем это? То есть, слишком много на себя берешь, да, to take on. Одно из значений этого фраза в глагол такое. Здесь подходит именно вот здесь, да, эта часть. A job with too much work for or responsibility for some people. И далее мы проделываем то же самое. Следующий шаг, очень важный, который уберет вообще любую возможность для ошибки в этом задании. Это синонимы. Я думаю, что вы замечаете логику в тестовой части, что важно, очень важно знание лексики. Это объективно. Чем больше лексики мы знаем, иногда вам портим, мы очень много изучаем лексики, тем лучше. Understanding synonyms. То есть, здесь будет логика та же самая, что и в первом задании аудирования, где мы с вами искали синонимы. То есть, помните, что составители экзамена не дадут нам такой возможности о заголовок, и точно, и, в общем, такую же формулировку мы будем с вами искать в тексте. Конечно же, нет. Там будут синонимы. Важно не только держать в голове большое количество синонимов. Important, vital, essential, да, все эти слова обозначают важный, переводится как важный, но также нужно понимать, что могут быть примерные синонимы, то есть, когда целым предложением как-то описывается одно слово, да, apart from exact synonyms, you should also look out for approximate synonyms, да, то есть, примерные синонимы. Вот так это работает. Ну что, практикуемся, ребят, погнали. Продолжение следует...